Это видео про общие диски. Мы рассмотрим, что это, в каких случаях их использовать и как ими управлять. Общие диски находятся возле раздела «Мой диск». Отличаются они от моего диска тем, что здесь вы владелец всех файлов и папок. Здесь вы можете предоставлять доступ для других пользователей к своим файлам и папкам. Но если, например, вы покидаете компанию, вашу учетную запись удаляют, то исчезают и все ваши файлы вместе с учетной записью и исчезает доступ к вашим файлам у других пользователей. Общие диски отличаются в этом плане. Здесь вы не владелец файлов, которые вы создаете. Файлами владеет, можно сказать, группа пользователей, участников этой группы. То есть, если вы на общем диске создали какие-то файлы свои и покинули компанию, вашу учетную запись удалили, эти файлы продолжают находиться на общих дисках, они никуда не исчезают. Общие диски доступны в тарифном плане Google Workspace, начиная с бизнес-стандарт. И если у вас такая подписка или выше, то чтобы создать общий диск, вы переходите в раздел «Общие диски», нажимаете «Создать» либо правая клавиша «Создать общий диск», вводите название общего диска. Он появился, создался. И здесь вы можете уже создавать какие-то свои папки, создавать свои файлы, документы. Вот у нас есть наш общий диск, там уже несколько наших файлов. Что мы можем с этим сделать? Мы можем настроить доступ, для кого мы будем предоставлять доступ к этим файлам. Нажимаем правую клавишу «Настроить доступ». И здесь нам нужно будет добавить либо группу пользователей, либо пользователя, для которого будет доступен этот общий диск. Я выбираю некую группу и смотрю, какие есть права для этой группы или пользователей. У нас есть роль читателя. Это доступ только для чтения файлов. Комментатор можно читать и оставлять комментарии в документах. Соавтор. Вы сможете добавлять какие-то новые файлы, создавать и изменять, редактировать файлы. Менеджер контента. Помимо перечисленного, вы можете также удалять файлы, либо перемещать их с одной папки в другую. И самое полное право – это менеджер. Вы здесь имеете самые широкие права. Помимо всего, что было перечислено, вы также сможете управлять доступом к общему диску и настраивать его. То есть, добавили, выбрали права, нажали при необходимости уведомления, отправляете или убираете, чтобы уведомление не отправлялось. Нажимаете настройка доступа и этот доступ предоставляется. Также есть еще такая вещь, как настройка общего диска. Здесь вы можете указать, можно ли к файлам, которые находятся на вашем общем диске, на эти файлы предоставлять доступ для тех, кто не входит в вашу организацию. То есть, к пользователям за пределы вашей организации. Если галочку выбираем, то такого доступа нет. Также здесь вы решаете, можно ли доступ к файлам открывать для тех, кто не является пользователем вашего общего диска. То есть, здесь, если вы не прописали этого пользователя, то, убрав галочку, вы не сможете к какому-то файлу предоставить доступ к этим файлам. Для таких участников, которые не прописаны здесь. И последняя галочка. Это вы смотрите, решаете, можно ли предоставить для читателей и комментаторов возможность скачивать, печатать, копировать файлы. Такая же настройка отображается еще в разделе настройки общего диска. То же самое. Здесь вы также можете написать какое-то сообщение пользователям всем. Изменить тему, это выбрать, допустим, какую-то картинку-заставку, переименовать, что-то найти, скрыть общий диск, посмотреть, какие файлы удалились. Здесь на общем диске, допустим, удаляем какой-то файл. И посмотрели, что он находится в корзине. И также можно удалить общий диск, но удалить его можно только в том случае, если все файлы и папки были предварительно удалены. То есть мы вначале удалили все файлы, удалили все папки. И после этого можем удалить общий диск. Это все, что касается общих дисков. Следующее видео будет про настройки консоли администратора, которые относятся к Google диск.